Мурманский морской рыбный порт В этих статьях рассказывается о нелегкой борьбе за выживание арендаторов рыбного порта. Сами они жалуются, выключают свет, не пускают через проходной транспорт и даже оказывают давление на судовладельцев, дабы они выгружали улов только в холодильнике самого порта. С первым мурманским терминалом пошли и того дальше. Люди, которые представились сотрудниками службы безопасности рыбного порта, пытались заблокировать стрелочный переезд, арендованный ПМТ. Такой ситуация стала после акционирования рыбного порта. В 2015 году огромное предприятие ушло в частные руки Александра Романова, в прошлом носившего фамилию Полищук. Знающие люди, которые в рыбодобывающей сфере работали еще в 90-х, разводят руками со словами «порт теперь обречен», а интернет-источники рассказывают. Дело в том, что нынешний глава совета директоров ММРП Романов, бывший Полищук, в 2000-2001 годах силовым путем здания «Севрыбы» брали два взвода милиции, путем подделки документов и похищения людей, отстранил от должности гендиректора, основателя АО «Севрыба» Георгия Тишкова, который потом, 6 лет, с 2001 по 2007 год, пытался добиться правды в судах. А в следующем 2002 году тот же Полищук с помощью ветеранов спецназа «Вымпел» заставил уйти в отставку из следующего гендиректора АО «Севрыба» вице-губернатора Мясникова. Неоднократно, например, в 2002 году Романов, он же Полищук, попадал в разборки со стрельбой и поджогами автомобилей. Сам Георгий Тишков дал развернутое интервью газете «Комсомольская правда», где рассказал, как происходил захват и разграбление «Севрыбы», предприятие, которое имело огромное значение для рыбной отрасли Северного бассейна. По некоторым неофициальным данным, все активы Полищук переписал на подставные фирмы, которые впоследствии сменили нескольких владельцев, пишут в МК. Предприятие разделили на части, пароходы, холодильник, фуры, которые возили рыбу, здания рыбак на Подгорной, за исключением двух этажей, принадлежавших рыбаку и фирме Владимира Гусенкова «Саами». По нашему законодательству второй, а тем более третий владелец, считается добросовестным приобретателем. Общая выручка от проданного имущества «Севрыбы» предположительно составила 7, а может быть 8 миллионов долларов. Бывший директор «Севрыбы», которого в одночасье буквально выгнали из предприятия, согласился встретиться и с нами. Говорит, ему не удалось добиться справедливости в свое время, но теперь он подозревает, что история может повториться. Раньше говорили, есть такая профессия – родину защищать, а сейчас появилась такая профессия – родину грабить. Так вот, Полищук – яркий представитель самой, так сказать, как грабить родину. Он хорошо с этим делом справляется, использует как административный ресурс, так и прочее. И сейчас меня, почему это, так сказать, взволновало, потому что он нацелился на рыбный порт. О славных и сложных временах «Севрыбы» и о самой ситуации, которая сложилась в развитии рыбной промышленности Северного бассейна, нам в телефонном разговоре рассказал человек, известный в кругах рыбопромышленников – Виктор Горохов. Тогда, как и сейчас, каждого рыбопромышленника интересовали квоты. В 90-е «Севрыба» несла на себе и некие государственные функции, участвовала в распределении квот. К тому же предприятие имело свою программу развития и даже получило поддержку из-за рубежа, а потому было особо лакомым кусочком. Полищук появился как раз в тот момент, уж кто там его посоветовал привлечь, с какой он стороны, вот этого я не знаю, откровенно говоря. Но когда он появился, с его помощью начались вот эти юридические всякие дела по отношению к «Севрыбе». Ну, если откровенно так сказать, ну, как сейчас говорят, это рейдерский захват, да? То есть путем юридических там всяких действий компания переходит там под управление там в другие руки. Произошло смещение там генерального директора и поставили генеральным директором Местникова, да? Вот. Ну, вот в этот момент как раз, я бы так сказал, коллектив «Севрыбы», он был за Георгия Васильевича, все как сейчас сплотились. И я помню, мы даже такие дежурства там ночные организовывали, потому что там угроза же захвата была. Там пытались проникнуть в «Севрыбу» с «Севрыбой» вместе, так сказать, люди там всякие. Вот. И поэтому даже ночью, вот, я сам прекрасно помню, ну, несколько там сотрудников сидели в кабинете и, ну, следили за порядком, чтобы ничего там не произошло. Как бы ни старался весь коллектив «Севрыбы», Мясников, будучи в то время вице-губернатором Мурманской области, удобно устроился в кресле директора компании. За ним стоял административный ресурс, говорят, очевидцы тех дней. Вскоре произошла рокировка. Место генерального директора занял Александр Полищук. Цель была достигнута не только, как бы, вот, развалить «Севрыбу», как бассейн его орган, но плюс еще люди получили там собственность, которая «Севрыбой» была, и довольно приличная. Корабли, которые были приобретены с помощью иностранных партнеров, ушли за рубеж. Россия лишилась части флота и мощного предприятия, а сам Полищук покинул Мурманск, но не навсегда. Теперь уже под новой фамилией. Романов он стал во главе рыбного порта. Газета «Комсомольская правда» пишет, некоторые интернет-источники прокомментировали события как многоходовочку бывшего комсомольского активиста. И многие сошлись во мнении, что рыбному порту пришел конец. Очевидно, скандал разразится, когда причалы и прочие активы начнут распродавать по кускам. У Полищука он действует по шаблону. Надо порт прибрать к рукам, потом раздробить и продать по кускам. Но дело в том, что если вот он «Севрыбу» мог так сделать, там, меняя название, там, этого самого добросовестного покупателя и так далее, делая в соответствии с законом, то порт, а как его раздробишь? Это порт, это комплекс, это не этот. Поэтому он его или разрушит, или этот. Но раздробить у него мысль, он взял порт, взял этот, потом его следующая мысль – раздробить и по кускам продать. Но по одному причалу не продашь, наверное? Да, да, именно так. Порт – это комплекс, поэтому его по одному причалу не продашь. Но так ли это нереально? Да, представить себе отдельного владельца у каждого причала, а это еще и приграничная зона, сложно. Но ведь была же распродана «Севрыба» по кускам. И уже сегодня можно предположить, что порт идет по той же протоптанной дороге. Сначала для оптимизации налоговой нагрузки из состава порта вывели ОООшки, Морозко, Иний, Садко и прочее, писал Мурманский информресурс, прилагая документ как подтверждение информации. Позже и состава самого порта, согласно этим документам, начали выводить имущество. Что-то просто ликвидировано, что-то теперь находится в собственности Даниила Александровича Полищука, сына того самого Александра Полищука-Романова. Действительно, в настоящее время наблюдается процесс вывода имущества и спорта. Причем они выводятся в частные руки, в руки одного физического лица. Уже по состоянию на сегодняшний день выведено несколько объектов недвижимости, переданы в собственность этому физическому лицу три земельных участка. Здесь необходимо, наверное, все-таки компетентным органам задаться вопросом о правомерности вывода этого имущества и, в принципе, соответствует ли действие управляющего юридическим лицом по выводу этого имущества интересам самого юридического лица, поскольку у всех юридических лиц имеются кредиторы. За счет имущества возможно погашение долгов, исполнение обязательств. Если имущество будет выведено, соответственно, ставится вопрос о возможности погашения. Вывод сделать несложно, создается впечатление двойной игры. Вспомните собрание сотрудников рыбного порта, где руководство всех уверяло, денег мало, нести нагрузку, содержание котельной, отапливать дома, как это ранее, еще до перехода в частные руки делал порт, накладно. Рыбный порт не обязан, не хочет, не должен оплачивать и отапливать жилстрой. Для нашей компании это неотложная обязанность, является прямым путем банкротства. А теперь посмотрим с другой стороны. Порт, жалуясь на некие возможные финансовые затруднения, сам же выводит приносящие прибыль активы в отдельные предприятия и даже в личную собственность. Арендаторов просто ставят в известность, что они теперь работают с новой компанией, которая, как оказалось, может диктовать новые условия. На свое усмотрение, без оглядки на закон и законность. В 2016 году по инициативе Рыбного порта преимущество было передано в нефтеперевалочный конкурс. На сегодняшний день взаимоотношения с НПК достаточно сложные. У нас есть ряд вопросов, которые на сегодняшний день решаются в суде. НПК самостоятельно пересчитал нашу прибыль и предложил поделиться нашей прибылью с новым арендодателем. При этом одно из первых требований нового арендодателя было изменить условия договора аренды и снизить срок его аренды. Вы на это не пущали? Это незаконно. Среди учредителей акционерного общества нефтеперевалочный комплекс тот же купец, который в свое время и покупал Мурманский Рыбный порт. Уже сейчас нефтеперевалочный комплекс не принимает арендные платежи от первого мурманского терминала, а эти платежи – его прямой доход, с которого выплачиваются зарплаты и долги. По крайней мере, именно так поступают добросовестные юридические лица. По поводу того, что не принимаются арендные платежи – это какое-то непонятное, честно говоря, решение, принятое руководством, которое не основано, мне кажется, ни на нормах закона, ни на нормах вообще каких-то добросовестности, в том числе исполнение самим юридическим лицом обязательств перед работниками, перед кредиторами, то есть арендные платы – это те платежи, за счет которых, возможно, хозяйственная деятельность юридического лица добросовестная и нормальная. И вернемся к прошлому специальному репортажу «Стрелочники», в котором мы рассказали, как группа лиц парализовала работу железнодорожной стрелки, части арендованного первым мурманским терминалом имущества. Бравые ребята представились сотрудниками службы безопасности Рыбного порта и повесили замок прямо на стрелку. В итоге работа первого мурманского терминала несколько часов буквально была парализована. Только вмешательство транспортной полиции и долгое разбирательство с бумагами изменило ситуацию. Но все это время под угрозой находилась не только сама компания, деятельность которой намеренно парализовали, но и весь Мурманск. В случае ЧП было бы невозможно вывести вагоны с нефтепродуктами и пригнать пожарный состав. На этот раз ситуация обошлась. Но если действовать методами 90-х, беды, возможно, не избежать. Почему на это идет порт? Герои специального репортажа «Стрелочники» предполагали одно – нечестная конкуренция. Ведь от действий порта страдают те, кто ведет ту же деятельность, что и ММРП. Их работу блокируют, их обзывают и обвиняют чуть ли не во всех грехах на корпоративном сайте. Им попросту не дают работать. Перегружать мазут или рыбу – неважно. Ведь и то, и другое может делать и сам порт. Вот только цены его выше. Сегодня, обладая данными о ликвидации имущества и выведении его в частную собственность, можно делать выводы еще более удручающие. Ведь ликвидированные компании не обязаны выполнять никакие требования, никому не заплатят по долгам. С ними не будет долгих судов за правду. А все имущество, которое выведут посредством ликвидации, вполне возможно будет продано и уже никогда не вернется в лоно рыбного порта, даже если государство поймет ошибку передачи такого огромного и стратегически важного объекта в частную собственность. Продолжение следует...